Ребята, сегодня у нас урок здорового образа жизни. Начнём наш урок с улыбки. В гимназии Черепкань дисциплина воспитания для здоровья ввелась в прошлом учебном году в результате того, что три наших работника прошли обучение по ведению данной дисциплины. Эту дисциплину выбрали все ученики, начиная с первого класса по девятый. Это было 96 учащихся. В этом году уже выбрали с пятого по девятый класс. Это 49 учащихся. В мае нам учитель предложил различные факультативы. Послушав о различных, я пришла к тому, что это самое интересное для меня. Мы можем открыто разговаривать с учителем. У нас нет определенного закрыть, что мы только по теме. Мы можем также задать дополнительные вопросы, по которым мы не поняли, и нам, конечно же, объяснят. Этот урок отличается тем, что нас учат правильно жить и быть здоровым. Есть различные упражнения. Уроки проходят так, что мы обсуждаем всё с учителем. Он рассказывает, мы рассказываем что-то друг к другу, мы как-то контактируем, постоянно выполняем какие-то задания. Для меня самое интересное – это режим дня, как проходит, как должен проходить режим дня, правильное питание. Мы изучали различные темы, такие как психическое здоровье, половое созревание. Про курение, алкоголь. Про правильный распорядок дня, про правильное питание. В младших классах на уровне игры происходят мультфильмы, различные сказки, методы различной дидактической игры с ними проводятся для того, чтобы им было интересно, чтобы им было понятно в первую очередь. Я прошу их анонимно написать, о чём бы вы хотели поговорить на следующем уроке, что такое интересное, что вас интересует, и вы не можете высказать. Они не подписывают эти бумажки, я собираю, анализирую их, и на следующий урок стараюсь по возможности. Большинство выбираю, что их интересует, и отвечаю на вопросы, которые им интересны. Их интересовала гигиена, их интересовала беременность, их интересовали контрацептивы. Позвала нашего медицинского работника, чтобы она мне тоже помогла. Дома с родителями на эти темы даже не разговариваю. Ну, если что, мы тут в школе больше времени находимся, и тут в школе общаемся. В школе есть также координатор, который отвечает за насилие в школе. Он также старается быть открыт для детей. У нас есть бокса, куда дети, если обижены кем-то, они могут там оставить своё послание. Классный руководитель также является доверительным лицом для каждого ребёнка, потому что проводятся классные мероприятия тоже каждую неделю, где дети могут сказать, что их болит, какой вопрос их интересует. В одних семьях можно свободно говорить о различных аспектах подростковых, о подростковых изменениях, и дети могут свободно со своими родителями общаться. А есть семьи, наверное, может быть, я ошибаюсь, что в селе, наверное, больше таких семей, где родители мало уделяют внимания именно здоровью подростков, вредным привычкам, которым пристращаются дети в этом периоде. Дети стесняются говорить об этом, спрашивать именно родителей. Иногда не имеют кого, потому что родители бывают либо за границей, и дети остаются с знакомыми, с друзьями, с соседями, с бабушками, с дедушками, которым точно не задашь такие вопросы. Больше всего я в школе спрашиваю учителей. С родителями не так часто общаемся, мы больше времени проводим в школе. Поэтому учителя чаще всего спрашиваем, когда мне надо узнать какую-либо информацию. Я пользуюсь интернетом. Проверяю на нескольких сайтах ту или иную информацию. На каком, какая информация на разных сайтах будет одинаковая, та, скорее всего, правдивая. В биологии мы изучаем конкретно строение человека, а на здоровом образе жизни мы обсуждаем более углубленную эту тему. И более большой спектр у нас на различные, для обсуждений. Я выбрала этот факультатив, потому что он достаточно интересный и очень даже полезный, который пригодится в жизни в любом случае. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!